Это целый комплекс, целый комплекс кропотливой работы, если мы хотим достойно взрослеть. Ну бесполезно что-либо делать, курить и пить таблетки гормональные, мы только навредим. И надо идти от себя, потому что надо изменить образ жизни. В этом возрасте надо изменить образ питания. Ну как бы это ни было, нет здоровья, нет жизни. Поэтому как можно об этом не думать в Москве в 21 веке? Мы же как бы все-таки относим себя к цивилизованным людям, да, эрудированным, с хорошим расширенным интеллектом в разных областях. Все надо делать с удовольствием и с настроением. И это влияет на гормональный сбаланс реально? Конечно, ну а что это? Как не захват обратной серотонина? Конечно, эндорфины, эмоции и так далее. Ринса Иславовна, ну все, конечно, хотят. Есть эта вот таблетка волшебная? Даже нет. Есть, конечно. Есть? Конечно, есть. Эта таблетка, и она только ваша. Ее нам надо найти вместе. И у вас все наладится. Все будет хорошо. Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем тему красивого умного взросления в цикле Pro-Age. И сегодня поговорим о гормонах и их влиянии на то, как мы будем взрослеть. Ведь есть оптимистичный сценарий, а есть пессимистичный, и влияние гормонов решающее. Сегодня правильные косметологи назначают процедуру по ДНК-тесту или гормональному профилю. Вообще, по гормонам всегда традиционно много вопросов. И наши сегодняшние гости – это первоклассный эндокринолог, практик, который отвечает на такие вопросы каждый день. Мы с ней поговорим, а вы послушайте и делайте, пожалуйста, ваш вывод. И, кстати, если вам интересно, то подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. Каждый лайк продвигает это видео и позволяет снимать нам новые. Здравствуйте, Рила Станиславовна. Здравствуйте. Если мы говорим о про-эйдж, то каково влияние гормонов на то, как будет взрослеть женщина? Очень интересный вопрос, и на него очень сложно ответить однозначно. Вопрос про-эйдж – это 5 гормонов молодости. Их всего 5. Они известны давно. А вопрос старения, взросления, как сейчас принято говорить женщины, это то, что мы знаем очень хорошо и очень хорошо лечим. Это называется менопаузальная заместительная гормонотерапия. То есть это надо понимать. Про-эйдж – это ново. Про-эйдж – это дальше. Это все-таки программирование своего здоровья на очень длительную социальную активность. Просто у всех встает вопрос, принимать гормоны или не принимать. И на чашу весов, что все-таки выбрать – это опасно или безопасно. И вот на этот вопрос, скорее всего, он самый часто встречающийся у пациенток в возрасте от 40 и больше, потому что они хотят еще работать, хорошо выглядеть и выполнять свои какие-то дальнейшие функции. Вообще, как вы считаете, вы работаете с самыми разными женщинами, наблюдаете женщину в ее такие важные моменты жизни, как подготовка к рождению ребенка, как женщина становится старше, возможно, какие-то начинаются проблемы именно с женским здоровьем. Потом женщина входит в новый этап, менопауза, она взрослеет и дальше продолжает свою историю. Как вы думаете, стоит вот так бороться за молодость, за привлекательность? Ведь это действительно требует и энергии, и требует и бюджет, и требует силы, и внимания. Вы считаете, стоит? Делает эта женщина счастливой? Да, делает. Поверьте мне. И здесь никакого на свою сторону не перетаскиваю, но могу сказать абсолютно и однозначно, что я уверена, что предвосхитить очень страшные проблемы можно с помощью нашей терапии. И это уже доказано, это описано в литературе, проведены огромные рандомизированные исследования в Америке и везде, где нам уже четко говорят, ребята, думайте о будущем, о своем. В 46 мы будем говорить, ребята, позаботьтесь о себе 60-летний. Нет здоровья, нет жизни, поэтому как можно об этом не думать в Москве в 21 веке? Мы же как бы все-таки относим себя к цивилизованным людям, да, эрудированным, с хорошим расширенным интеллектом в разных областях. И когда уже все однозначно говорят «за», говорить «против» как-то не… умно. Вот что важно. Вот что важно. И мне кажется, вот эта осведомленность сегодня – это тоже отличительная черта. И это тоже часть вот этого результата качества твоей жизни, качества взросления, осведомленности. Безусловно. Да, критичные отношения, ну, правильные критичные отношения. Не потому что ты там послушал в одном месте и побежал, значит, купил таблетку. Не могу не задать вопрос. Коли мы говорим о сомнении аудитории, о каком-то негативном имидже, какие частые ошибки совершаются, неправильные. И как можно понять, что неправильное назначение гормонального препарата? Ну, вы пришли с проблемой к доктору. А она не решилась, да? Ему назначили терапию. А она не работает. Вот, значит, что-то не так. Что-то не там мы поискали, что-то недоучли, что-то недосмотрели. В течение какого времени? Потому что гормон – это же не боль, ты выпил и все понял. Не болит – окей. Через два месяца от начала любой терапии, особенно гормональный эффект, вообще мы ожидаем через 2-3 недели максимум. Ну, вот если к вам приходит женщина средних лет, там, не знаю, 48-54 и позже, с запросом «я хочу сохранить привлекательность, я хочу…» Собственно, то, что мы называем проэйдж – активный образ жизни, у меня еще много планов и так далее. «Я хочу не просто взрослеть, я хочу продлить свою активную жизнь и качество жизни как можно дольше сохранить». Какая тактика? Расспросить. Расспросить эту женщину о всех тех проблемах, которые у нее были со здоровьем, какие у нее есть, чем она болела в жизни, поинтересоваться ее наследственными и дать направление в лабораторию, для того, чтобы оценить степень рисков или пользы того или иного препарата, который мы будем рекомендовать. Вы понимаете, здесь тоже должны, как бы, понимать, снять симптомы болезни и сохранить активный образ жизни – это несколько разные вещи, потому что симптомы уберут не только гормоны, но и другие препараты, которые даже можно и анализов не сдавать для того, чтобы начать их принимать. Например, ВАДы, да? Пожалуйста, конечно. Но я бы так не стала экспериментировать с фитоэстроогенами, но тем не менее гомеопатия, использование витаминных препаратов, использование антиоксидантов, использование антидепрессантов, в зависимости от того, какой симптом больше ей беспокоит. Эти симптомы можно убрать без гормона. Вопрос гормональной терапии – это первонаперво вопрос, в чем она поможет данной конкретной женщине. Ведь ни для кого не секрет, что заместительная менопаузальная гормональная терапия уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Если у нее уже есть проблемы с повышенным холестерином, если у нее есть повышенное артериальное давление и несколько повышенная масса тела, мы понимаем, что через 10 лет она будет на системной терапии у терапевта, кардиолога и так далее, и так далее. Поэтому я буду думать, что предложить, но говорить с ней о гормонотерапии я, безусловно, буду. Но придет другая женщина. Без ее анамнеза есть очень сильные выраженные варикозные изменения, есть тромботические изменения, есть плохой анамнез по онкологии молочной железы, и она ни на что не жалуется. Она пришла радостно и говорит, доктор, я просто на проверочку. Вы знаете, наверное, я ей ничего не буду рекомендовать, потому что я понимаю, что мне ей нечего порекомендовать, ей нельзя. И буду только ей рассказывать о существовании очень современных, модных, негормональных препаратов, которые ей помогут, если у нее появятся симптомы инволюции. Это такая достаточно ювелирная работа. Ювелирная. Она только в диалоге с женщиной, когда она понимает, что происходит. Ведь великолепный гормон молодости, мелатоним, гормон сна. Можно пойти купить. То есть надо просто понимать, кому что ей. Это очень ювелирный, индивидуальный подход к пациенту. Очень индивидуальный. И когда мне позвонили, сказали, слушай, я что-то приливами маюсь, подскажи, какую таблетку-то мне купить? Никакую. Вам никакую. С этими таблетками нельзя шутить. Но если бы не ко мне приходит пациентка и говорит, доктор, вы знаете, я так хочу хорошо выглядеть. Мне сказали, что вы можете мне гормоны назначить. Да, конечно. Но я должна ей объяснить, что выглядеть она будет, так как ей генетикой. А стараться улучшить, это вопрос очень завязан на многих специалистах. Быть здоровой, красивой и активной после 40 приходится учиться. Медицина сделала гигантский шаг вперед. Изменился сам подход. Он стал превентивным. Это предупредительные меры. Да, они недешевы. Но болезнь обходится нам значительно дороже во всех смыслах. Я помню, раньше доктора говорили, знаете, ничего не болит, не нужно бежать к врачу. И многие так живут. И взрослеют. И быстро стареют. И главное, неизвестно, что завтра. Чекап – гениальное изобретение современной медицины. Буквально переводится как «проверить настоящий момент». Один чекап – это десятки анализов в одном тесте и максимум информации о здоровье. Я просто должна рассказать вам о своем открытии. Чекапах диагност, единственных в России для домашнего использования. Чекапы выполняются дома, самостоятельно. И это одна простейшая манипуляция. Диагност специализируется на гормональных тестах. Мы знаем, что гормоны участвуют во всех процессах. Это и вес, и сон, и память, и настроение, и красота. Благодаря такому чекапу ты понимаешь и отслеживаешь уровень гормонов, что очень важно после 40 лет. Диагност выявляет дефицит гормонов, но также риск возникновения серьезнейших заболеваний, включая онкологию. Чекап-диагност заменяет утомительные посещения десятков специалистов – гинеколога, эндокринолога, терапевта. И дает результат, точнее не бывает. Гениально то, что в чекап входит бесплатная онлайн-консультация со специалистом, который прокомментирует результаты теста и порекомендует, к какому специалисту нужно обратиться в случае каких-то отклонений. Я сейчас покажу, что нужно сделать для того, чтобы пройти такой чекап. Я зарегистрировалась в приложении «Диагност». Это можно сделать или в телефоне, или на сайте «Диагност». Вам предложат выбор из пяти чекапов. Меня интересует полный, это весь гормональный профиль. Вы можете выбрать другой чекап, секс-драйв, например. Почему бы нет? После того, как я оплатила чекап, ко мне приехал курьер и привез вот эту коробку. Мне есть все необходимое для полноценного и комплексного анализа гормонального фона прямо дома. Полоски для сбора материала, понятная инструкция и анкета. Все готово. Жду курьера. Он забирает тест и отправляет в лабораторию в США. Через три недели я получила результаты этого чекапа и вижу их в моем профиле. И выбираю время для онлайн-консультации с доктором. Это входит в стоимость. К сожалению, мы не можем посмотреть эти вещества в анализе крови, поскольку метаболиты находятся только в моче. И мы можем их определить только или в суточной моче, или по анализу сухой мочи в разных пробах в течение дня. Обратите, пожалуйста, внимание, что верхние изображения соответствуют вашим личным результатам, и нижние – это эталонные референсные значения, с которыми мы сравниваем ваши результаты. Я обязательно покажу этот тест моему косметологу, когда будем планировать процедуры. И схожу к нутрициологу. Нужно сбалансировать питание, потому что у меня меньше калорий, чем требуется для того, чтобы энергии было достаточно. А дефицитное состояние в этот период – это серьезный риск. У меня есть план действий, понимание и уверенность. Активные ссылки на приложение и сайт «Диагност» здесь, в описании к этому видео. И желаю вам хороших результатов. Это целый комплекс, целый комплекс кропотливой работы, если мы хотим достойно взрослеть. Другое дело, что, например, не хочет человек пить гормоны, он боится. Не надо его насильно заставлять. Все должно быть с удовольствием и с пониманием того, зачем ты это делаешь, тем более так долго. Поэтому здесь очень важны именно доверительные с пациентом отношения. Самый главный принцип любой терапии – это жить качественной жизнью. Понимаете? И именно качество жизни. Ведь можно же жить и с приливами. Можно жить с проблемами. Но вопрос про Эйдж – это вопрос перспективы твоей не свалиться от инсульта или инфаркта в 60 лет. Это помочь эндотелию сосудов не пораниться, чтобы на него не сел холестерин и не выросла бляшка. А потом бесконечные сцентирования. Поэтому здесь вопрос, он такой более важный. И это надо делать в 40, понимаете? В 60 начинать любую терапию. Может быть, и можно, но эффекта уже не будет того. Кальций уже вымоется. Висцеральный жир уже отложится. Но ведь не мудрено. Все женщины в пенопаузе отмечают, что они начинают прибавлять весе, животик, то и все. И она не хочет, она перестает есть. Она ходит в тренажерный зал, а эффекта нет. Да, потому что у нее снижается тестостерон, эстрадиол. Чем помочь? Друзья мои, конечно, гормоны. И вы не будете поправляться в климаксе. Понимаете, не будете? Не будете, конечно. Да. Запрос какой. Вот это важно. Не вылечит одна моя таблетка МГТ. Всего. Здесь есть очень много разных аспектов, связанных со смежными специальностями. Но если девочку в 48 лет лечит кардиолог 3 года и не может вылечить гипертоническую болезнь, ну, по крайней мере, подобрать терапию, ну, ей надо идти к гинекологу. Понимаете? Мы подберем понемножку, но вам будет проще работать с кардиологом или там еще с чем-то. Но страх женщин перед гормонами, доктор, я начну полнеть. Ну, это каждый спросит. Скажите, а я поправлюсь? Да, 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 это всегда существует. Нет, вы не поправитесь. Если это ваш препарат, и он вам нужен и показан, вы не поправитесь, вы похудеете. То есть вы отбалансируете? Конечно. А здесь, конечно, мы будем и рекомендовать, и советовать. И поэтому комплекс специалистов. Вот ProAge – это целая команда специалистов, которые в одном ключе действуют. Где психологи, которые сопровождают женщину в тяжелый период, когда идет действительно и психоэмоциональное напряжение, и так далее, и так далее, она замотана. Внешняя ситуация? Она замотана, она работает на трех работах. У нее нет выходных практически. Она пытается латать дыры, потому что не у всех есть вторая половина, которая несет посильную. Оказывает, это дети, это уже появившиеся внуки, которым надо помогать. Понимаете? Поэтому здесь поддержка должна быть очень многоуровневая. Здоровье не было серьезной частью бюджета, а теперь оно будет и должно. Потому что мы подходим к этому сложному и очень интересному возрасту уже со своим опытом, со своим багажом, и мы не приходим к нему, к сожалению, абсолютно здорово и хорошо себя чувствуете. Поэтому вот именно сказать, что если мы это начнем сегодня, то в 60 мы с вами будем такие же, как сегодня. То есть мы приобретем меньше болячек. Это же очень грамотная вещь. А когда нужно начинать заниматься гормональной терапией? Ну, вопрос, опять же-таки, очень индивидуальный. И соответственным образом официальные сроки, именно паузы 47-54. Ну, в среднем так. Ну, в среднем 46-47, 47-48. Мы сказали о том, когда принимать, но еще же ведь важно действительно не только когда начинать принимать, когда заканчивать принимать. Значит, здесь история следующая. У нас есть определенные нормы, и мы ими никогда сильно не злоупотребляем. Заместительная гормонотерапия в среднем означает от 5 до 7 лет. Продолжительность ее. То есть мы миновали вот этот кризис старшего возраста, да, помогли организму, кальций задержали, вегетатику удержали, влияние холестерина на эндотелий сосудов. Мы как бы все это сберегли. А дальше пошла ProAge. Вы сказали, что, если мы говорим о системе ProAge, есть вот 5 таких гормонов, которые используются, которые используются, и которые самые важные именно для этих целей. Для этих целей. Какие и что они там, за что отвечают именно? Каждый из них. Каждый из них отвечает, да. Эстрадиол, эстрогены, гормоны отвечают за упругость кожи, за женственность, за то, за сё. Например, гормон мелатонин, он говорит о нашем биоциркатных ритмах, да, это сном, бодрствование и так далее. Тестостерон, да, который вырабатывается у женщины в том числе, это её фигура, осанка, её подтянутая, то есть её либидо, наконец. И вообще её, так как говорят, да, сегодня женщины очень в курсе, что им нужен тестостерон, потому что это её энергия, активация и прочее. Да, и, например, и самый такой из них гормон ДГА, это гормон надпочечников, который максимальную активность имеет в возрасте 25 лет, а к 50 падает в половину. Да, он является, как бы, на нём завязан синтез эстрогена, тестостерона и так далее, поэтому, когда он падает, ну, всё остальное тоже падает. Тянется собой. А просоматотропный гормон, да, Булгаков тоже, профессор Преображенский, вытяжка из гипофиза, это соматотропный гормон, который там вырабатывался. Вы имеете в виду собачье сердце? Собачье сердце, конечно. Далеко ходить не надо. пересаживал всё, пересаживал, да. Это шимпанзе. А он что? Он омолаживал. Это известные вещи, да, потому что использовали соматотропный гормон на какой-то категории животных, их продолжительность жизни увеличилась в два раза. Вот, другое дело, что у нас соматотропный гормон используется для лечения патологии роста, да, задержки роста либо врождённой, либо приобретённой, поэтому здесь как бы мы его вот так широко не используем. Это рецептурный препарат назначается в определённом деткам в педиатрии, и поэтому мы не имеем возможности им лечить, будем так говорить, именно в перспективе, ну, по крайней мере, сейчас. А препараты все остальные есть в таблетированной форме, в гелевой форме, и они, в принципе, доступны к продаже. Есть сейчас современные препараты, это и гели, это и таблетки, и есть другие, есть пластыри. Да. Означает ли это, что, например, гелевые или пластыри менее вредны, потому что я часто это слышу? Да, транстермальные формы нами всеми очень любимы, безусловно, у них меньше противопоказаний, и транстермальные формы, особенно эстрогенных гормонов, мы очень любим. Но использовать чистые препараты нельзя, их надо комбинировать, да, эстрогены должны быть скомбинированы с прогестероном, иначе их влияние канцерогенное тоже, оно присутствует. С помощью определенных анализов выяснить и посмотреть, и поиграть безопасными для вас препаратами, почему нет? И не создать тех условий, в которые попадет ваша клетка, клетка вашего организма в этом возрасте. Ей не хватает кислорода, мы дали кислорода, раз она дали ей нормальный кислород, она будет дальше правильно делиться, да, и все, что мы это подкорректировали дополнительными какими-то витаминными препаратами, ведь это великая вещь, да, ну, грамотно назначенная. Понятно, что все очень индивидуально, друзья, я всегда подчеркиваю то, что наше интервью никогда не должны заменять вам похода к доктору, никогда не задавайте в комментариях вопрос, что же вам делать в вашем случае, это вопрос к вашему доктору. Мы даем информацию такую, стараемся дать более универсальную, и вот если говорить об этих универсальных помощниках, о некоем фоне, который поможет в том числе отбалансировать гормональную систему, что мы здесь, какие можем минералы, микроэлементы выделить? Фалаты, это омега-3 кислоты, это, безусловно, кальций, это, безусловно, магний, да, и так далее, и так далее. То есть препаратов очень много для монотрия. Витамин-3, Д. Витамин-3 у нас уже не обсуждается, он включен в любую схему, любой терапии, потому что мы все в дефиците, как оказалось. Поэтому здесь это тоже подготовка к возрасту. Почему нет? Почему не добавить нормальный кальций, да, только кальций такой, который пойдет в кости, а не как камни в почках ляжут? Тоже надо знать все эти нюансы, поэтому естественным образом сказать, пейте это, а гиалуроновая кислота, послушайте, это же вообще великолепно. Как она поддержит и клетки, и вас, и ваши волосы, и самочувствие. И, в общем-то, это все доступно, но нужно, чтобы это кто-то посоветовал, в свете чего? В свете того, что вы будете рассказывать на приеме своему доктору. Да, конечно. Это задача терапевта, и гинеколога, и кардиолога, и гастроэнтеролога. Потому что, если мы говорим о гормональной сфере сегодня, у нас уже еще есть бактерии, то есть здесь нету гормон, и мы, значит, продвинулись. С вами и не стареем. Тут очень много всяких аспектов. То, как вы сказали, замечательно, целая команда красоты. Тогда будет этот эффект. Гормоны после 40 лет для женщины самый влиятельный фактор красоты. Состояние кожи, эффективность процедур и кремов, все это очень зависит от уровня гормонов. У меня есть свои, конечно, назначенные доктором средства поддержания гормонального баланса. Если хотите, это мое ежедневное меню красоты. Что входит в него сегодня? Хочу с вами поделиться. Ну, во-первых, это масло примула вечерней. Называется оно Evening Prime Rose Oil. Это источник такой довольно редкой гамма-малиноленовой кислоты и сложно получить из продуктов питания. А она участвует в синтезе эстрогена и прогестерона. Нутрикоэнзим Q10 с альфа-липоевой уже кислотой. Это мощный антиоксидант, защита от свободных радикалов, что очень важно для замедления процесса старения. И также это выработка энергии буквально в каждой клетке. Я предпочитаю монопрепараты. Я об этом говорю. Вы это знаете. Специалисты так советуют. Но у Solgor есть уникальные комплексы специально для женщин 45+. И сейчас у меня Vm Prime. Такой сбалансированный мультивитаминный комплекс. Это полный комплекс нутриентов, которые необходимы для улучшения метаболизма, для повышения работоспособности и даже для стрессоустойчивости. Моё витаминное меню позволяет мне сохранять высокий ритм жизни. Мне такой ритм нравится. И мне также нравится безопасность и моя уверенность в витаминах Solgor в моей нутритивной поддержке. Гормонам, можно так сказать, помогают микроэлементы, поддерживать этот баланс. Конечно. Что ещё помогает гормонам, гормональному балансу? Может быть, как связан образ жизни с гормональным балансом? Ну, будем так говорить, что ни одни препараты, ни одно медикаментозное лечение не будет работать, если не соблюдать тот образ жизни, который предполагает меньше влияния на организм, негативных факторов внешней среды. Ну, бесполезно что-либо делать, курить и пить таблетки гормональные. Мы только навредим. То есть надо идти от себя, потому что надо изменить образ жизни. В этом возрасте надо изменить образ питания. Ну, как бы это ни было. Если ты этого не делаешь, просто медикаментами ничего нельзя исправить. Многие женщины испытывают проблему лишнего веса и назначают сами себе диеты. Часто эти диеты предполагают некую дефицитную историю. Дефицит от чего-то в этой диете может быть. Да, много травы и отсутствие белка. Что крайне нежелательно в таком возрасте. Вообще, мне кажется, входить в любое дефицитное состояние в этом возрасте... Это всё равно стресс для организма. И такие... Мало того, что там такая перестройка, серьёзная происходит. Здесь ещё дополнительное такое влияние. С другой стороны, низкожировая диета. Мы знаем, что гормоны, они нуждаются в правильных жирах. Здесь вот эта золотая середина, которую себе человек должен чётко понять, чего ты хочешь. Если хочешь развалиться, ты развалишься, несмотря на мои препараты. Какая тактика тогда в системе питания, вот на ваш взгляд? Ну, можно, скажу, на свой личный взгляд. Я полтора года придерживаюсь определённого питания, которое включает в себя пятиразовый приём пищи, который включает в себя только утром 100 граммов углеводов. Больше углеводов у меня нет. Сложных углеводов имеется в виду. И в каждый приём пищи это 100 грамм белка и 200 граммов овощей. Ну, уже доказано, что среднеземноморская диета для этого возраста это высший пилотаж. Другое дело, количество и качество той рыбы, которую мы кушаем, да, ну, как бы не сильно нас радует, да, мороженая продукция, да, но и свежая, потому что это, конечно, жирная сорта рыбы, богатая омега-3. Но вот за полтора года я, несмотря на свой возраст, глубокая имена паузы, похудела на 20 килограмм. О, браво! Должно всё с удовольствием быть. Это замечательный прием. Ну, с удовольствием всё должно быть. И наши таблетки, и образ жизни. Конечно, физические дозированные нагрузки. Но я вот, к сожалению, ненавижу физические нагрузки. Я не люблю спорт, вообще не люблю шевелиться. Поэтому, соответственным образом, максимум, что могу себе позволить, это прогулка с собакой. Это тоже неплохо. А что, какие главные враги гормонов? Когда мы сами своим образом жизни, какими-то привычками, действиями, вот ещё больше подрываем этот баланс? Это курение. Курение. Да. Очень советую всем бросить курить. Так, что ещё? До 50 лет. И ни в коем случае не продолжать дальше. Что ещё? Что ещё? Враги прям такие. Прям вот. Я просто слышала, что кофе нужно свести, к минимуму вообще одна чашка в день. Потому что это реально влияет на выработку гормонов. Значит, давайте я вам отвечу от себя. Да. Когда человек хочет и любит, ему можно всё. Я слышала, что очень важно соблюдать режим сна. Что это критично важно для выработки гормонов. Мелатонин. Мы с вами о нём говорили. Вот он, он, этот гормон, который отвечает за эти наши ритмы. Циркадные смены бодрствования и так далее, и сна. Вы понимаете, говорить об этом можно. Нужно спать ночью. В нём надо бодрствовать. И, безусловно, может быть, не совсем это ярко прозвучало. Любые вещи, регуляция сна, предположим, у пациента, она делается психоневрологом. Вот она из той команды проэйдж. Умный, грамотный невролог, который распознает, какое нарушение сна, если оно есть, и подберёт те препараты, которые... Потому что нарушения сна тоже разные. Кто-то не может уснуть, кто-то просыпается ночью. Но надо понимать, о чём он проснулся. У него страшные сны или он просто вспотел, потому что у него приливы. Поэтому одно восстановит другое. Конечно, надо спать. Считается, чтобы женщина хорошо выглядела и должен обязательно быть 8-часовой, 9-часовой сон. Ну и ещё, что нужно засыпать до 11 часов, потому что... Да, но вы же прекрасно понимаете, что мы можем здесь много рекомендовать и советовать, но все живут свою жизнь. Это безусловно. Здесь как раз выбор каждого. Здесь выбор каждого, но... Но есть это... Конечно. Безусловно. Безусловно. Я ложусь по 9 часов вечера, в 10 максимум. Поэтому можете попробовать так пожить, может быть, месяц-два, и, может быть, вы почувствуете, как это влияет в целом на состояние. Но здесь тоже ломать сложно, ведь есть люди с такими ритмами, они всю жизнь не спали до 3-х часов ночи и спали утром. Мы же говорим сейчас вопрос сна. Можно лечь и в 12 ночи, но проснуться в час дня, если тебе нет необходимости идти на работу. У нас же здесь очень важно именно ваш образ жизни, ваше понимание того, сколько вам поспать. Как вы думаете, существует обратная связь? То есть, насколько внутренний настрой влияет на гормональный баланс? Ну, у нас все как бы идет из полушарий больших головного мозга. Да, конечно. То есть, в принципе, некие и духовные практики, и настройка, они тоже помогут? Безусловно. Все надо делать с удовольствием и с настроением. Так, и это влияет на гормональный баланс реально? Конечно. Ну, а что это? Как не захват обратной серотонина? Конечно. Эндорфины, эмоции и так далее. Это же все создает определенный... Это еще определенный психотип человека, да? Кто-то холерик, кто-то флегматик. И для одного, одно, для другого, другое будет комфортной ситуацией. Все люди разные. Человека же надо почувствовать, посмотреть на него, поговорить. Вот представляете, друзья, какой у нас сегодня замечательный доктор в гостях. Просто это правда, и это важно. Человек должен с врачом общаться с удовольствием. Тогда у вас все будет получаться с этим пациентом. А если насильно, если человек не ходит, он тебе и слушать не станет. Ирина Саиславовна, все, конечно, хотят. Есть эта вот таблетка волшебная? Все-таки? Есть, конечно. Есть? Конечно, есть. Эта таблетка, и она только ваша. Ее нам надо найти. Вместе. И у вас все наладится. Все будет хорошо. Спасибо большое. Спасибо за этот разговор. Спасибо вам. Друзья, как всегда, жду ваши комментарии. Поверьте мне, я все их читаю. Сегодня мы не хотели в нашем разговоре разубеждать или убеждать кого-то в чем-то. Я знаю, что тема гормонов вызывает очень много вопросов, мнений самых разных. Речь шла о том, что осведомленность в том, что касается здоровья, взросления, это уже часть результата. Это ваш вклад в качество вашей жизни. Сегодня медицина и мир вообще предлагает нам большой выбор. И нужно постараться самой добыть эту волшебную таблетку, которую невозможно купить в аптеке. Она складывается из нашего личного вклада, из нашего личного выбора, из подхода того, как мы относимся к себе, к своему здоровью, какой мы выбираем путь. Мы предлагаем выбор в нашем сегодняшнем разговоре в частности. Смотрите продолжение цикла про Эйдж, как сохранить молодость. У нас следующий разговор с суперкосметологом, и мы будем говорить о современных методах о моложении, об Альтере, фотонах, БиБиЭль, тейпировании, инъекциях. Словом, как всегда, разговор будет полезный и интересный. До встречи. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok